Сегодня главными героями программы будут люди, влюбленные в небо. Для кого-то из них это спорт, для кого-то работа, а кто-то прыгает просто в свое удовольствие. Я спрашивал у многих людей, у которых более двух тысяч прыжков, и все они говорят одну и ту же вещь. Я с ней очень согласен, что когда ты выпрыгиваешь в самолет, а ты больше ни о чем не думаешь. Ты находишься здесь и сейчас. Как развивается парашютный спорт в Украине и почему ребятам это приносит настоящий кайф, узнаем в сегодняшнем выпуске. Парашютный спорт развивается все более и более стремительными темпами. С каждым годом все больше человек прыгает. Например, в прошлом году по своим студентам сужу, где-то у меня было человек 30, в этом уже, наверное, 45, то есть полтора раза, а сезон еще даже не закончился. Я прыгаю за рубежом и здесь, в Украине, поэтому, наверное, самая-самая развитая страна с точки зрения парашютного спорта – это Америка. Мне кажется, это потому, что больше денег вкладывает государство в развитие парашютного спорта в Америке. Там очень много аэродинамических труб и дропзон, больше 300. Я занимаюсь уже парашютным спортом 8 лет, и у меня более 2000 прыжков. До этого я учился в университете, кстати, в национальном авиационном, и ничем не занимался интересным. Работал я в Норвегии 2 года, и как-то гулял в очень красивом месте, в горах, и там ребята прыгали с гор. И меня просто это потрясло, я даже не представлял, что такое возможно. И потом я начал узнавать, как к этому прийти. И для того, чтобы прыгнуть со скалы, как оказалось, нужно прыгнуть 200 прыжков с самолета сначала. А до того, как прыгнуть с самолетом, нужно научиться прыгать с самолета. И самый простой способ это сделать – это прийти курс АФФ. Я пошел в Google, нашел школы, которые проводят эти курсы, записался на курсы и начал прыгать. С каждым прыжком ты начинаешь понимать одну вещь. То есть я спрашивал у многих людей, у которых более 2000 прыжков, и все они говорят одну и ту же вещь. И я с ней очень согласен, что когда ты выпрыгиваешь с самолета, ты больше ни о чем не думаешь. Ты находишься здесь и сейчас. Если вспоминать то, как я начала прыгать с парашютом, то стоит вернуться на три года назад. Тогда был мой первый прыжок с парашютом. Это был тандем. И так вышло, что мои друзья из института в один прекрасный день собрались прыгать с парашютом. Но я как-то упустила этот момент. И только тогда, когда они уже поехали прыгать, я поняла, что я тоже хотела бы поехать с ними. И вообще, как это так, я это все пропустила. Я действительно очень хотела прыгнуть. И я готовилась, думала, надо в какое-то теплое время прыгнуть. Но обстоятельства сложились так, что это была осень. Погода была достаточно переменчивая. И мы поехали на чайку. Я позвонила, записалась. Мы приехали, и нам сказали, надо подождать, пока будет погода. Мы с мамой ходили, гуляли где-то часа два-три. Ребята говорят, что, скорее всего, сегодня ничего не будет, потому что небо затянуто, облачность низкая. Ну, мы собрались, поехали домой, а нам до дома ехать еще час. И мы только приехали домой, нам перезванивают и говорят, мы начали прыгать. Если вы хотите, мы вас подождем. Поехали обратно. Мы прыгнули, и не могу сказать, что в тот момент я прям почувствовала что-то, какой-то прилив эмоций. Было такое спокойствие. Мама у меня спросила, ну, как тебе? Я говорю, ну, прикольно. Но когда мы приехали домой, я поняла, что я хочу еще раз прыгнуть. И потом еще раз, и еще раз, и еще раз. Когда мне исполнилось 18 лет, я захотела чего-то такого классного в жизни, я поехала в горы. Я занималась альпинизмом. Это была моя первая вылазка в горы после первого курса университета. Когда я вернулась в университет на втором курсе, мне было настолько скучно, но я не могла никуда уехать из города, в котором я жила. И мне пришлось искать какой-то экстрим на месте, локально. И это оказался парашютный спорт. Нравится чувство свободы, нравится нахождение здесь и сейчас. В этом моменте ты кайфуешь и проживаешь эти миллисекунды по-настоящему. Несмотря на то, что у меня появился малыш, я продолжаю заниматься этим спортом, продолжаю быть активной, спортивной, потому что я живу для того, чтобы быть счастливой и получать удовольствие от жизни. Существует очень много спортивных дисциплин в парашютном спорте. Самые популярные – это фрифлай, групповая акробатика, большие формации, когда люди строят очень много фигур в небе. Это фристайл, когда красивые девушки на шпагате и мальчики летают очень красиво. Также очень много появилось аэротрубных дисциплин. То есть все, что мы делаем в небе, переходит и в трубы. Также есть винг-сьют дисциплина – это когда в костюме крыло люди летают, как птицы, как белки-летяги еще называют их. Я за 8 лет перепробовал практически все дисциплины в парашютном спорте, начиная от купольной акробатики и заканчивая фрифлаем. И, наверное, несколько дисциплин мне очень нравятся. Например, это фрифлай, где у тебя просто нет границ, и все небо твое, и ты можешь со своим телом вытворять очень интересные штуки. Это очень зрелищно, и нет предела совершенства. То есть можно тренироваться всю жизнь и летать, летать, летать. В небе можно что-то делать, и это что-то может быть в одной плоскости или в нескольких плоскостях. Сначала все начинают с групповой акробатики, потому что мы все учимся падать на животе, и учимся контролировать свое свободное падение горизонтально на животе. И поэтому отсюда мы начинаем развиваться, мы начинаем учить повороты, мы начинаем работать в паре с кем-то, а может быть даже не только в паре, а с большим количеством людей. Все начинают с групповой акробатики, в том числе я. Я тоже начинала с групповой акробатики. Это была первая дисциплина, с которой я познакомилась. Я даже участвовала в соревнованиях. Сейчас я больше развиваюсь во фрифлае. Это уже более сложная дисциплина считается, потому что ты развиваешь себя не только в одной горизонтальной плоскости, ты еще делаешь какие-то фигуры в других плоскостях. Каждая дисциплина, конечно, интересна по-своему, но мне сейчас ближе все-таки фрифлай, потому что именно в этой дисциплине ты начинаешь чувствовать свое тело, свои мышцы, то, как они откликаются на твои вводы, на твои действия. Чтобы уметь прыгать в фрифлай, лучше, конечно, заниматься в аэродинамической трубе. И именно там ты сопротивляешься воздуху, то есть она работает по принципу сопротивления воздуху, который дует снизу. Я пробовала прыжки в формации, я пробовала групповую акробатику и дисциплину фрифлай. Мне нравится все, мне нравятся все дисциплины. Я планирую развиваться во всех постепенно, начиная от полетов на животе и так далее, по возрастающей к полетам на голове. В Украине есть около десятка аэроклубов, где можно научиться прыжкам с парашютом. В Ровно есть, во Львове, в Чернигове, в Киеве есть несколько аэродромов. На юге Украины, в Днепропетровске, в Харькове большой аэродром. Человеку, который действительно хочет научиться парашютным прыжкам, сделать это в Украине будет очень легко. Обучение проходит по ускоренной программе, она пришла из Америки, это программа АФФ. За 8 прыжков человек сможет освоить навыки базовые и самостоятельно прыгать. По такому же принципу проходило обучение у меня. Я прыгнул 8 прыжков, прошел теорию, а сейчас становится обучаться даже легче, потому что в Киеве появилась первая аэродромическая труба, в которой мы можем перед прыжками научиться летать и уже потом переносить все это в небо. Я работал в IT-компании, и мой коллега, хороший друг, пригласил меня прыгнуть первый раз. Завез меня на аэродром, я об этом вообще ничего не знал, но прыгнуть очень хотел. И мы прыгали с круглыми парашютами военными, десантными. Нас посадили в самолет и выбросили, это было очень круто. Я помню, приземлился, я чувствовал себя каким-то супергероем. Когда ты начинаешь, ты еще не понимаешь то, и как, и зачем это, и вроде кайфуешь, но со временем ты становишься профессионалом, и ты понимаешь все эти тонкости, мелочи, моменты, и кайфа на самом деле еще больше и больше. Когда я только закончила курс свободного падения, мне было не с кем прыгать. Ну как, мне было с кем прыгать, но мне хотелось научиться действительно прыгать, а не просто падать. И я занималась со своим инструктором, с которым я проходила АФФ. И я попросила Марину, чтобы она продолжала со мной прыгать, потому что она очень хороший специалист и инструктор по групповой акробатике. Конечно, есть обучающие видео, обучающие американские учебники. Научиться на практике применять написанные теоретические знания по тому, как себя правильно вести в небе сложно, поэтому для этого есть инструктор, который с тобой прыгает. Когда я поняла, что мне хочется развиваться дальше, что мне, ну не то, что стало скучно просто падать на животе и крутить фигуры, мне просто захотелось еще узнать что-то новое, потому что эта дисциплина очень обширная, я пошла в аэротрубу к инструктору, к Леше, который учит летать уже не только на животе, но и на спине, сидя, стоя на голове, как угодно. Я также, как и многие сейчас, я прошла программу АФФ, также благодаря ей я стала самостоятельной парашютисткой и прыгаю по сей день. Также я непосредственно постоянно развиваюсь, у нас проходят разные мероприятия, обучающие семинары, то есть я развиваюсь, читаю книги по-разному, развиваю себя в этой области. Для меня парашютный спорт это как наука, то есть я люблю изучать все как бы дробно и копать вглубь. Это было очень круто, это было незабываемо, я помню первый свой прыжок, ну это фантастика, это незабываемо. Супер эмоции, супер впечатления, супер ощущения, невероятно, нельзя ни с чем сравнить. Самая большая трудность человека, который хочет заниматься парашютным спортом, это финансы, ну обычного человека. Поэтому это первая задача, которую нужно было решить, нужно было заработать в 10 раз больше денег. Потом, конечно, может какие-то физические ограничения, но я знаю, что даже 83-летние бабушки в Америке прыгают в костюмах-крыльях, ставят рекорды. Наверное, самый старый человек, который прыгнул, ему больше 100 лет, поэтому с точки зрения физических ограничений, ну, наверное, нет. Почти каждый человек может прыгать. Конечно, страх, он всегда присутствует. То есть это не то, что ты первый раз прыгнул, тебе больше не страшно. Тебе страшно каждый раз, но каждый раз тебе страшно по-новому. Это не просто страх того, что ты прыгаешь в небо. Когда ты начинаешь прыгать с кем-то, ты начинаешь переживать за то, что ты сделаешь что-то неправильно. Чувство страха немножко притупляется, когда ты занимаешься дольше. Но главное выполнять правила, они написаны жизнями, поэтому нужно следовать правилам безопасности, и все будет супер. Парашютный спорт – это как бы работа внутренняя, работа со страхом. Мне она очень нравится, да, потому что все люди боятся как бы смерти, и там работа со страхом идет. Физически тоже, но я, в принципе, спортивная всегда была. Я всегда занималась разным спортом, бегом, альпинизмом, гимнастикой. То есть я очень спортивная, поэтому, в принципе, в физическом плане мне довольно просто. В Украине проводится очень много соревнований по парашютному спорту. Чемпионаты Украины по групповой акробатике, по фрифлаю. Также в этом году собираются провести рекорд по купольному пилотированию. Это когда много куполов открывается в небе и собирают фигуру. Также очень много проводится сборов по большим формациям. Они устанавливают рекорды Украины каждый год. Провели соревнования в этом году по полетам в костюме «Крыло». Команды, которые занимают первые места на чемпионате Украины, могут участвовать в международных соревнованиях, в чемпионатах мира. Но чтобы поучаствовать в этом чемпионате мира, нужны финансы достаточно, такие немаленькие. И на данный момент очень мало спонсоров и мало поддержки от государства. Поэтому все делаем своими силами. Я призер очень многих чемпионатов Украины. В этом году я стал чемпионом Украины по фрифлаю. Рекордсмен Украины неоднократный по разным дисциплинам. Каждое соревнование тебя развивает, потому что на соревнованиях у тебя есть соперники. Очень опытные ребята, которые приезжают со всего мира или Украины. Ты можешь меняться и делиться опытом. И это очень-очень толкает весь парашютный спорт вверх. Я принимала участие в соревнованиях любительских, во всеукраинских не принимала. Я увидела свое развитие в течение соревнований, что мы начали прыгать лучше, делаем это более уверенно. Все ребята развиваются. И это очень приятно наблюдать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова